Пицца с 41 сыром Пизан Швейцарию Эменталь Кипр Халуми Ну а Россию копченый сыр Косичка Япония в Евровидении не участвует Поэтому ее сыр вообще в пицце не представлю Зато в нашей программе Япония Представлена одним из самых популярных автомобилей На обновленном Кашкае Прогатился Иван Зинкевич Одна из интересных новинок Для России в этом году От компании Ниссан Модернизированный Кашкай Какой он? Автомобиль получил более пышную радиаторную решетку и бамперы Другой капот и оптику Стал выглядеть интереснее предшественника Но остался узнаваемым На нашей машине сзади установлена многорычажная подвеска Используются другие подрамники И элементы пола Наконец шире колея Стоимость тестового автомобиля 1 миллион 970 тысяч рублей Конкуренты Митсубиши АСХ Хёнде Тусан И Киа Спортаж В салоне только одно заметное изменение Новый руль с пухлым ободом И функцией обогрева Для нашей страны это важно За счет новых уплотнителей на дверях И особым лобовому стеклу с воздушной прослойкой В салоне заметно снизился уровень шума Появился обогрев у второго ряда сидений Не все конкуренты могут это предложить Так же, как доп. опцию Теперь можно установить и два USB разъема Для подзарядки гаджетов Багажник достаточно объемный К слову, после обновления появился выбор Можно взять как вариант с полноразмерной запаской Так и с докаткой В ходе рестайлинга из моторной линейки Вычеркнули дизель Отныне модель предлагается только с бензиновыми моторами В нашем распоряжении атмосферный двигатель Который при рабочем объеме 2 литра Развивает 144 лошадиные силы Для такой кубатуры не самый впечатляющий показатель Но к динамике претензий нет Автомобиль довольно бодр Способен разогнаться до сотни за 10,5 секунд Еще очень понравился вариатор В ходе модернизации его научили при разгоне Имитировать переключение квазипередач Словно это заправский автомат В предыдущей модели мне не нравилась плавность хода После модернизации все изменилось Стелит мягко Это результат установки новых амортизаторов В которые внедрили пружины отбоя Попутно с тряской исчезли и громыхания Подвеска работает гораздо интеллигентнее Отрадно, что управляемостью не пожертвовали Напротив, она стала даже интереснее В поворотах он держится увереннее Помогает более толстый пруток переднего стабилизатора А также новый софт электроусилителя С которым руль обрел вполне вменяемую обратную связь Благодаря возможности заблокировать Межосевую муфту и солидного клиренсу в 20 сантиметров Ниссан не пасует перед бездорожьем средней руки А больше от автомобиля такого класса и не требуется Обновление не сильно поменяло дизайн Но преобразило характер Кашкай стал лучше управляться Прибавил в комфорте и уровне оснащения Такая модернизация мне по вкусу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!